здравствуйте дорогие друзья с вами елена южный сад цветов перед вами вот такая грустная картина все что осталось от пышного цветения бугенвилии мисс универсал видите только грязно-розовый один прицветник все остальное унесло уже ветром сейчас я сниму лесенку и порежу веточки таким образом чтобы для каждого черенка было где-то 5-6 междоузли ножницы я сейчас обработаю спиртом намочу диск и протру лезвие это обязательная процедура вот так выглядит бугенвили без лесенки и сейчас я ее буду черенковать низкая обрезала веточки потому что растение если будет тянуться но тоненькой худенькая мне хочется чтобы она в стволик был толще и пусть цветет как деревца пышно веточки я сейчас порежу на черенки кстати смотрите вот как узнать что листья уже старые здесь у нас листочек слышите как хрустит вот так хрустит старый листик распадается веточки на которых держались прицветники я обрежу они абсолютно не нужны потому что будут загнивать даже подсохли колючки тоже можно туда же удалить и так у меня получилось 6 черенков посмотрите я вот буду опускать в землю нижнюю почечку вот эти листики которые мешают конечно же нужно удалить укоренять я сегодня буду с помощью необычных препаратов это мед и корица приведу эксперимент с вами фитоклон который я купила в магазине sima land и мне очень интересно и у меня обычный еще есть корневин стаканчики я приготовила я буду каждый стаканчик у меня уже увлажнен вот такой палочкой сделал отверстие когда мы будем для чего это для того чтобы когда мы будем опускать вот видите будем опускать черенок тот препарат который будет на черенке чтобы он просто по пути так сказать земля на земле не остался беру первый стаканчик и обмакиваю его не в мед мед а потом в корицу это такие естественные корни образователи природные раздражают нижнюю часть вот этот срез и образуются корешки так сюда поставлю еще один стаканчик таким же способом мед корица теперь сделаем дырочку и опустим следующие два я буду обмакивать корневин открою корневин я беру вниз потом положу телефон я хорошо обязательно хорошо обожму внизу потому что надо чтобы грунт был прижат черенок черенку и 2 сюда стаканчик на одной рукой не очень удобно делать стаканчик и корневин потом я стаканчики подпишу и последние стаканчики это у меня будут грунт не нужно сильно уплотнять он у меня уже увлажнен но ведь они залитый это тоже важный момент последние череночки я буду укоренять с помощью геля который называется фитоклон гель я отлила специально в крышечку для того чтобы он был чистый этот гель плотно обволакивает срез и он остается в клетках растения все время пока будет укореняться этот черенок теперь я черенки плотно обожму вставлю вот такие у меня своя свой метод ставлю такие коктейльные палочки с двух сторон и надену мешочки вот такая своеобразная тепличка и в таком виде они будут у меня находиться конечно же я буду их проветривать просматривать и самое главное в черенковании это выбрать правильное время то есть после цветения во время цветения или когда растение готовится цвести и еще бугенвилии можно черенковать и размножать круглый год главное чтобы выполнялись эти условия вот в таком виде я занесу в помещение поставлю на подоконник с северной стороны сейчас очень тепло но самое главное чтобы не попадало солнце в это время года лучше всего укореняются бугенвилии ну и как я вам говорила нужно обязательно выполнить условия до цветения после цветения или во время цветения все стаканчики я пронумеровала и потом через где-то две-три недели покажу вам результат стаканчики специальные взяла прозрачные для того чтобы мы видели какой укоренитель сработает лучше всего корневин корица и мед или же фитоклон с вами была елена пока пока спасибо за внимание